Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1-6, а в горах до 11 градусов мороза. Днем 6-11 выше нуля и местами плюс 1-6. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днем 8-10 градусов тепла. Доброе утро, дорогие зрители. Доброе утро, дорогие друзья. Утро пятницы на канале Россия 1. И надеюсь, что это утро будет для вас действительно добрым. Потому что у нас сегодня в гостях замечательный гость, который я с удовольствием представляю. Это главный балетмейстер Государственного ансамбля танца «Эльбрус», руководитель детского Государственного ансамбля танца «Корча», народный артист Карачева Черкесии Чурай Исмаилович Узденов. Чурай Исмаилович, здравствуйте. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы всегда рады вас видеть в нашей студии. Чурай Исмаилович, вы более 30 лет посвятили нашему Государственному ансамблю танца «Эльбрус». И во многом то, что он стал культурным достоянием республики, своего рода визитной карточкой Карачао-Черкесии, конечно, это во многом и заслуга вас. Потому что вы были в одно время солистом ансамбля, потом стали его художественным руководителем, теперь вы главный балетмейстер. И наш ансамбль «Эльбрус» поистине уникален. Его творчество любят не только в нашей республике. Его любят на Северном Кавказе, он с успехом выступал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, за границей побывал, в Испании, в Турции, во Франции. Скажите, пожалуйста, вот, Чурай Исмаилович, а самые запомнившиеся гастроли, есть такие у вас? Вот, самые-самые запоминающиеся. Да, спасибо за приглашение. Конечно, вы правильно говорите, что это достояние республики. Ансамбль был основан в 1989 году. Я попал в августе месяце сюда. И где-то за год, за полтора года мы сделали программу. Тогда у нас руководителем был Валерий Константинович Таня. И первые гастроли, которые нам запомнились, мы полетели во Францию. И там, да, французы очень сложные зрители. Чтобы они дали хлопки, надо конкретно работать. Ну, лирические танцы, то-то. Ну, когда уже пошли, у нас трюки пошли, кинжалы, там, сабли, вот это все пошло, мы их разбудили. На втором, на третьем танце мы французов разбудили. И в конце, когда уже трюки пошли, они нас не отпускали. Скажите, вот раз мы коснулись гастролей во Франции, вот зрители нашей страны, России и зарубежья, они по-разному воспринимают творчество ансамбля Эльврус? Или везде зритель одинаков? Конечно. Европа совсем другой зритель. Почему? Потому что, вы можете представить, они все видели. И чтобы их разбудить, все коллективы, возьмите наши шикарные военные коллективы, да, вот эти ансамбли наши, Гаденка, то-то-то, Вирского, они же весь мир объездили. Кавказ тоже любят. Но чтобы их удивить, вы можете, какой уровень должен быть у ансамбля? Были в Турции, вот. Ну, турки ближе же к нам, да, вот к Кавказу ближе, там, вот. Вот, исламская страна, вот, где-то, они, да, они очень хорошо нас принимают. И в Испании были, тоже такой же зритель, сложный. А скажите, Чур Айсмейлович, зная вот это все, как же вы тогда оказались в Америке? Об этом мало кто знает. Вот вы понимаете, да, что вот в Америку еще и создали коллектив. Ну, попасть непросто тогда. Ага, расскажите нам. Ну, нам почему повезло? Вот у нас с республики тогда, с области, была творческая делегация в Турцию, министерство наше. Тогда был у нас Султан Сеитович Тимиров, начальник управления культуры. И у них был министр культуры, был такой Кемал Зайбек. Вот, они связались, и мы сделали, нам сделали творческую поездку туда. 70 человек, делегация с Карачаево-Черкесской области в Турцию. И вот там мы все большие города объехали. Карачаевцы, Черкесы, кто там был, Кавказ, Дагестан, все приходили на наши концерты. И наши земляки, карачаевцы, увидели меня там, которые отдыхали. Жили в Америке, прилетели к себе домой в Турцию и отдыхали дома. Они меня увидели там. Я неплохим, не буду хвастаться, неплохим трюкачем был. Вот, не только я там, ребят очень много у нас было. Все мы работали на хорошем уровне. И что они предложили вам? И они мне предложили. Вот. Если есть возможность, мы хотим. Они сказали сперва, чтобы я в Турции остался. Я говорю, не смогу. У меня стаж, у меня профессиональная работа, я просто так оставаться не могу. Возможно, со временем. А потом, на следующий день другой появился. А в Америку? Я говорю, в Америку кто не хочет? Я говорю, если сделаете приглашение, если сделаете мне визу, на это большие деньги нужны. В Москве там все это сделать, визу получить, вы же сами знаете. Ну да. Ну, мне повезло. Меня назначили в 95-м году руководителем, Султан Саидович, после Турции, после всего. Вот. А они мне визу сделали. В 96-м году мне пришлось улететь в Америку. Я год работал руководителем всего. И что вы делали в Америке? Вы же создали свой коллектив же там. Они именно это и хотели. Чтоб мы возобновили, сохранили традиции, язык, культуру, наши обычаи и все. Так как в Америке это очень трудно было, и количество людей очень же мало. Это именно карачайцы? Карачайское общество, да, Акба называется. Вот они меня и пригласили. Ну и что вы там создали? Я создал детский коллектив. Шикарный. Я уже начал на самолётах летать по штатам. Да? Да. Джорджий, мэр города Атланта, Джорджия, штат. Он мне большой кубок вручал. На фестивале, да, на конкурсе. Как назывался ваш ансамбль? Эльбрус, USA. Ага, вот так, да? Они так захотели. Так как я здесь танцевал в Эльбрусе, и руководителем был Эльбруса, и прилетел туда. Вот. Они сами попросили, давайте Эльбрус сохраним, так как вот там начинали, вот там танцевали, и назовём Эльбрус, USA. А как вы оказались около Статуи Свободы, танцевали, принимали участие? Там же, у нас, вот первые три года я занимался, и потихоньку репетиционные вот эти, мы кидали в интернет. И там вот Art Foundation есть такой фонд, артистический фонд. Вот они нас заметили, и звонят, нашли наши телефоны, звонят в наше общество, просят, возьмите кассету, что у вас записи, приходите, мы хотим на вас посмотреть, познакомиться с руководителем. Ну, и английский у меня не очень хороший был. Я взял с собой представителя общества, и мы поехали в Манхэттен, как сейчас помню, Academy Street 117. На 20-м или на 30-м этаже мы поднялись туда, Марина Ковалёва, наша родная отсюда, которая вывозит туда всех наших вокалистов знаменитых, там портреты у неё в комнате, в офисе, начиная с Пугачёвой, заканчивая всеми нашими артистами. Вот. И она посмотрела. Я без вас фестивали не буду делать. Быстро шейте им форму. У меня три или четыре танца готовые были, но формы ещё не было. Там сложно же форму вот этой гальки, всё начинать. Половину я в Дагестане заказал, половину отсюда мне, ребята, шапки, кинжалы, пояса, танцевальная обувь. Там невозможно это сделать. Мы в тряпочных замучились. Трюки надо делать, на пальцы надо остановиться. Понимаете? Очень сложно. И мы там оказались. Там есть батарепарк называется. Маленький туннельчик есть, не доезжая. Два близнеца проезжают вниз в туннель и выезжаешь в этот парк. От парка где-то в сторону 150-200 метров статуя свободы стоит. Она нам сделала три сцены. Специально для иммигрантов. И она всё сообщество иммигрантов ежегодно собирала. И делала фестиваль среди иммигрантов. Приняли на ура? Ну, вы же знаете, кавказцы были иммигранты, любящие нас. При мне там миллионный гражданин из России получил паспорт гражданства Америки. Этот парк был забитый нашими. Ага, вот теперь про гражданство давайте с вами поговорим. Вам ведь тоже хотели предоставить гражданство. И документы уже были готовы. И находились они как раз, ваши документы, в этих домах-близнецах. Я был тогда 11 сентября. Перед этим где-то в августе, в начале августа адвокатный, лойер называется адвокат. Я получил письмо. В обществе открывает и мне читает его, переводит. От 30 до 90 дней вы получите вид на жительство. Семья, дети, супруга, все. Нас четверо. Двое детей, я и супруга. От 30 до 90 дней получите. Это в начале августа. А 11 сентября эти два самолета залетают туда. И адвокат меня... Я не знаю, я не могу вам определенно сказать. Через 10 лет, через 5 лет, возможно, через полгода или через месяц вы можете получить грин-карту. И пришлось улететь обратно. Вот вы вернулись в Россию. Скажите, вот как вы считаете, это вот роковое стечение обстоятельств или сам Всевышний вот так распорядился, что вчера, давай возвращайся домой-ка? Как думаете? Это судьба. Судьба? Судьба, конечно. Вот-вот-вот. Меня просили, умоляли, даже я так скажу, родители ансамбля, там, мои друзья. Чуть-чуть подожди. Карта выйдет. Уже 6 лет еще. Ну, год, два, подожди. Возьмешь себе грин-карту, будешь лететь туда, обратно. И здесь будешь поддерживать. И там создашь коллектив. Я не послушался, улетел. Большое вам спасибо все-таки, что вы так и сделали. Вот действительно... Родина есть родина, я вам честно скажу. Я уже мечтал выпить свой... Тибердинскую воду хотел, ротники хотели. Айран свой хотел выпить. Самый настоящий. И я не жалею, что я обратно прилетел. Вот. 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 А что бы, действительно, вы сказали, вот, а что бы мы делали, если бы не возвратились, у нас бы и корчи бы не было, да? Да. Вот ансамбль корча, боже мой, я каждый раз смотрю, вот на такое колоссальное удовольствие. Вот, не знаю, вот просто праздник души. Спасибо. Большое вам спасибо. Потому что, если бы не вы, не было бы вот у нас этого ансамбля, потому что Тамара Магомедовна, она уже его задумала как вокальный, потом уже она поняла, что надо двигаться. И вот видите, только вы смогли создать вот такой ансамбль, который мы имеем сегодня. И я думаю, что со мной согласятся все зрители, что во многом благодаря вам он получил статус государственного. Это детский ансамбль получил статус государственного. И вот недавно он с успехом подтвердил свое звание, свой статус, потому что он выступал где? В Москве, в галоконцерте. И не просто так, а на знаменитой сцене у Лиепы, правильно? Да. Вот расскажите, пожалуйста, что это было, как это было и как вас воспринял зритель. Ведь вы такой сложный спектакль показывали. Это было... Вообще началось это с того, что мы попали на конкурс Лидии Лиепы. Конкурс называется «Весна священная». Это ее фонд, сильнейший фонд у нее. Это наша балерина, вы знаете, народно-артистка России. Дочка знаменитого нашего танцовщика Мариса Лиепы. И мы попали в конкурс. И в конкурс попали мы. Мы тогда танцевали в зале Чайковском у Спивакова. Москва встречает друзей. А ее исполнительный директор Наталья Леонардовна сидела, смотрела этот концерт и увидела наших мальчиков. И тут же начали нас искать. И мы попали к ним на фестиваль. Мы выиграли серебро. Она нас всех построила. Серебро, золото, гран-при. Все ансамбли, которые выиграли, попадают в проект Большого театра. Оказывается, у нее задуманный был проект, спектакль вот этот. И после этого она к нам отправляет сюда балетмистера-постановщика. Он приезжает, ставит нам кусочек спектакля на 4 минуты 30 секунд. Это сказ о том... Сказ о том, как Матвей одолел огненное лихо. На музыку Стравинского весна священная. Вот мы были у вас на репетиции, как раз мы этот момент и снимали. И вот скажите, Чура Исмаилович, я понимаю, балетмейстер, да? Но все равно, мне кажется, работать тяжело было, потому что музыка Стравинского, она сложна даже для подготовленного слушателя. Потому что там свой сенкопированный ритм, да? Мелодика, гармония, которая абсолютно непривычна для горского мальчика, для его слуха. Тяжело было работать? Тяжело. Поначалу первые 2-3 дня было тяжело, но он умница, балетмейстер, он считал все время. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чтоб мы слышали музыку. Он сам путался. Это очень сложно, тем более для детей. Мы уже ничего не слышали, скрипку вначале не слышали, барабан, ритм не слышали, этот шум только. А потом, оказывается, надо работать с этой музыкой. Провыкаешь, начинаешь слышать, приходит по чуть-чуть. Он уехал, постановку сделал, каждый день звонит, занимается. Я говорю, не переживай, мы занимаемся. И нас тоже это заинтересовало. Мы уже сами. Я старшим ребятам, там Кубанов Мизар есть, у меня и Гирюков Киран. Я старшим говорю, считайте музыку. Когда он говорит, считайте, запоминайте, я буду запоминать. Все. И пошло, и пошло, и пошло. Ребята, так заинтересно. Чарай Смайлович, так интересно. Горский включаем, а тут одно и то же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понимаете? Это же потолок музыки. Можно, это симфонический оркестр, классика, это потолок музыки. Как у нас балет является потолком хореографии, правильно? Да. Больше и лучше, да, балета же нету в мире. Так, вот и теперь мы переходим сейчас к выступлению вашему. В общем, вы поехали, хотя время достаточно прошло. Чарай Смайлович полюбил музыку Стравинского, оказался в роли балетмейстера Большого театра. Поехали в Москву, выступили на галаконцерте, и результат? Мы должны были выступить, открыто скажу, в Большом театре в прошлом году. Не в этом году, в прошлом году, в апреле, так как из-за пандемии, из-за коронавируса Большой театр не дали, отменили, и мы попали в театр Бабкиной. Она называется «Русская песня». И мы его не как номера в спектакле сделали, так как была простая сцена, обычная. Мы его сделали, лишние предметы убрали, сделали как танцевальные номера. И она шикарно прошла. Все 10 коллективов, один за одним. У нас есть возможность, дорогие зрители, посмотреть небольшой отрывок этого выступления. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вчера, Исмейлович, вы без сомнения счастливый человек, да? Потому что все, что вы задумали, вот вы видеть результаты своих плодов, замечательные танцы, талантливых детей. Вас любят зрители, вас признают, вот уважают дети, все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это же факт, куда ты ходишься? А скажите, пожалуйста, есть у вас такая вот голубая-голубая мечта, вот такая вот, о которой вы мечтаете, мечтаете всю жизнь? Или все, о чем вы хотели, о чем мечтали, уже успели реализовать? Есть, конечно. Есть. Вот у меня мечта, чтобы у меня был свой балетный зал. Ух ты! По мировому стандарту. Зеркала, станки для классического танца. Пол. Танцевальный, шикарный пол. Это дерево, хорошее дерево. А потом мы его накроем танцполом. Вот это мечта. Если у меня этого будет, вы можете представить? Я там ночевать буду. Не, ночевать не надо, ходить в дому. Ну, я там жить буду, я там жить буду с детьми вместе. Понятно. Вот, собрать несколько детей, вы можете представить? Сколько молодежи занято будет? Вот это моя мечта. Хорошая мечта. Дай Бог, чтобы она сбылась. Я думаю, у нас в республике много людей, которые понимают, как важно искусство, не только хлеб насущный, но и пища духовная. Дай Бог, чтобы ваша мечта сбылась. Я желаю вам творческих успехов. Приходите к нам почаще, наш дорогой любимый. Мы всегда рады вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok